Приветствую вас. Значит, давайте мы с вами рассмотрим саму идею компромисса, да, через такой вот небольшой пример. Предположим, у меня есть два яблока, два яблока, обычных два яблока, средних размеров, да, средних размеров, которые, соответственно, я хочу съесть. Вы приходите ко мне и говорите, Андрей, такая история, у меня вот есть, например, апельсин один, один апельсин у меня есть. Я его хотел съесть, апельсин, но узнала, что у меня аллергия на апельсин, ну, или непереносимость на апельсин, неважно. И, в общем, я его есть не буду. Ну, очень мне хочется фруктов, очень мне хочется фруктов, вот я вижу, у тебя есть яблоко, как бы, давай мы с тобой, я тебе добавлю апельсин, а пей мне дальше яблоко, у тебя все равно еще одно яблоко останется, как бы, вот. И, значит, передо мной стоит дилемма. Именно передо мной стоит дилемма. Какая дилемма? Дилемма следующее. Хорошо. У меня два яблока, я могу эти два яблока съесть сам. И я буду, в общем, в целом, ну, доволен, если я съем оба яблока. У меня есть выбор, я могу, значит, взять у вас апельсин, особенно если я хочу апельсин, да? Ну, давайте представим, что я хочу апельсин. Вот, я могу взять апельсин, и я, взамен, должен лишиться яблока. Одного яблока. Я должен лишиться. Своего. И вот вопрос. Вопрос такой. В каком случае я могу лишиться яблока ради апельсина, а в каком случае я не могу лишиться яблока ради апельсина? Вот такой вопрос возникает. И ответ на него, ответ на него таков. Я не могу лишиться яблока, первого, ну, одного яблока. Не могу лишиться ради апельсина, если эти яблоки для меня дороги. Либо, если я боюсь их лишиться, ну, по какой-то причине, да, я боюсь, что у меня будет только одно яблоко, например. То есть, такие действия, которые будут для меня чреваты высоким уровнем эмоционального переживания негативного. И в результате которых я буду ждать от вас чего-то, пусть и для себя. Вот я, например, вам яблоко дал, получил апельсин. Вы думаете, что вы мне больше ничего не должны. Я понимаю, что вы мне больше ничего не должны. Но я, тем не менее, от вас по-прежнему чего-то жду. Хочу от вас. Вы как будто бы не понимаете того, насколько для меня было сложно согласиться на вот то, чтобы дать вам второе яблоко. Как будто бы вы этого не понимаете. Не отдаёте себе отчёт в этом. И, значит, в этом случае, в этом случае, это не компромисс. В этом случае я не соглашаюсь на подобные вещи, потому что для меня это негативно, для меня это тяжело, для меня это плохо. Поэтому я не соглашаюсь. Если я чувствую, что для меня, в общем, непринципиально, да, вот непринципиально для меня яблоко вам на одну отдать и получить апельсин, то это мне, в принципе, не важно, что у меня будет яблоко или апельсин. Главное, чтобы были фрукты, например. Потому что, естественно, я люблю фрукты. То я легко соглашаюсь и ничего от вас не чду. И тем самым компромисс получается. Либо, если вы мне говорите, Андрей, я, короче, знаю, что яблоки, допустим, ты любишь больше, да, а я тебе там обязательно чуть позже там ещё одно яблоко-яблоко как бы принесу, да, или ещё один апельсин принесу. То есть вы предлагаете какую-то компенсацию, какое-то возмещение. Какое-то возмещение того, что я делал, ну, тому, что я сделал. Вот в этом случае это компромисс. Отсутствие компромисса с вашей стороны возможно и тогда, когда вы предлагаете заведомо неприемлемые для меня условия. То есть, например, вы знаете, что я не ем апельсины, вы знаете, что у меня на них аллергия, вы мне их предлагаете. Это эгоистично. То есть это видимость компромисса по большому счёту. На этом примере, в принципе, если вы, вот, я думаю, что, может быть, нужно несколько раз это послушать вам, чтобы понять суть, потому что если вы не знаете, то, соответственно, вам будет сложно это так применить сразу, понять суть. Вот. По сути, это вот и является принципом компромисса. То есть компромисс – это выход, это решение удобное, хорошее для всех. По сути, это поиск наименее болезненного выхода из сложившейся ситуации. Да? То есть, например, грубо говоря, допустим, допустим, можно такой пример привести. Вам надо в больницу, потому что у вас вот прям, ну, очень острое заболевание какое-нибудь. Вам надо в больницу. А у меня есть, значит, деньги, допустим, на такси, например, или деньги на бензин, но деньги последние, то есть мне хватит доехать, да, мне хватит доехать до, например, больницы и вернуться обратно. Все, больше денег у меня нет. Понятно, что наиболее, ну, понятно, что здоровье важнее, понятно, что заболевание важнее, но все равно это требует определенного компромисса. То есть человек должен внутри самим собой прийти компромиссно, что он готов, например, я готов заплатить последние деньги, чтобы отвезти вас в больницу, например. Да? Да. Я не буду ждать от вас того, что вы, например, мне эти деньги отдадите. Ну, отдадите. Не буду ждать. Я не буду чувствовать себя брошенным, я не буду чувствовать себя, там, каким-то, не знаю, униженным, там. Я не буду чувствовать себя без денег, бомжом и так далее. Не буду. Если я не буду себя чувствовать так, то я могу на этот компромисс согласиться. Если я буду чувствовать себя так, то насколько сильно я буду чувствовать себя так, смогу ли я совладать с этим? могу ли я как-то восполнить эту потерю сам, то есть человек сам и ищет компромисс, то есть по сути, по сути компромисс это работа двух взрослых, это работа двух субъектов, которые оперируют не тем, что я хочу, и не тем, что надо, а тем, что происходит и что я могу. Ну, к сожалению, в наших семьях, в российских, по крайней мере, семьях, этого не происходит, ну, редко происходит, когда российские семьи со своими детьми общаются на равных, как взрослые со взрослым. Пожалуй, последний пример, который я хотел бы привести, это пример, связанный с тем же пересчетом денег, вот когда вы пересчитываете деньги, составляете, например, бюджет на неделю или на месяц, вот, в этот момент вы являетесь взрослым, у вас просто действует холодный расчет, так вот компромисс это суть холодный расчет, если человек не идет на компромисс, значит он просто не умеет быть взрослым, это бывает, это нормально, этому учат людей, но только если они хотят этого сами, вот. Значит, что еще можно добавить про компромисс? Вот вы пишите, что я всегда слышал, что в отношениях нужно идти на компромиссы, да, в отношениях можно идти на компромиссы, какие? Ну, например, допустим, ваш муж вас обижает, больно это? Неприятно? Да, неприятно, больно, действительно. Достойны вы этого? Нет, вы этого не достойны. Вы понимаете, понимаете, волособитель, ну, оскорбитель, ну, не просто сказали там, что вы глупая, да, в какой-то ситуации, ну, по какому-то поводу, хотя это тоже можно воспринять, как оскорбление, например, вот, ну, это, это можно понять, ну, то есть, тут зависит все от того еще, как вы воспринимаете себя, от того, как вы воспринимаете, ну, свои качества, вот, а если вас откорбились сильно, вот, ну, как бы откровенно, на вас откорбились, вы же понимаете, что такое поведение как бы спускать нельзя, вот. И, в этом плане, вы пока не идете на компромисс, то есть, вы, вас обидели, все, вы, соответственно, реагируете, защищаетесь. И здесь либо вы, либо вы понимаете, почему человек это сделал, да, ну, например, находился в состоянии аффекта или алкогольного опьянения, да, что, конечно, такое себе оправдание, но тем не менее, тем не менее, может быть, может быть. Значит, либо так, либо вы видите, что человек раскаивается, что человеку хочется справиться, и вы даете ему возможность исправиться. То есть, это компромисс. И, в первую очередь, этот компромисс вы ищете сами с собой, себе, а потом еще вы предлагаете это решение человеку. Знаете, если человек анализирует, он либо соглашается, либо предлагает свой, то есть, как бы, ну, корректировать, корректировать компромисс, да. То есть, вы, например, говорите, вот ты меня оскорбил, да, как бы, я хочу, там, чтобы ты, допустим, ходил к психологу, там, неделю, например, грубо говоря. Или, там, две недели, три недели, да, если по два-три дня в день работать. А человек говорит, да, я буду ходить к психологу, но давай только не два-три, а не три недели, да, а давай вот непосредственно по результату. Да, то есть, если у меня результат будет, ну, более ранний, более быстрый, то я прекращу ходить. Вот, давай так сделаем, пожалуйста, пожалуйста. Ну, давай так думайте, опять же, ну, допустим мы это для вас или нет. Ну, вот. Тут нужно очень чётко отслеживать свои чувства. То есть, если вы, например, эм, как сказать, если вы хотите человеку отомстить, да, то есть, просто хотите вот, ну, его наказать, что это руководство, руководствоваться этими чувствами нельзя. Это деструктивные, дисфункциональные чувства, так называемые рэкетные чувства, чувства. Вот. Если вы для себя объективно понимаете, что я боюсь, что этого не хватит, что человек, ну, такой, эээ, например, ну, например, мужчина, да, эээ, поверхностный, что мужчина такой быстрый, что мужчина такой, эээ, ну, может быть, не серьёзный. То есть, вы боитесь, что он быстро-быстро верхов похлотает и всё. Вот. Если так, если так, эээ, то, соответственно, вы говорите, нет, я хотел бы всё-таки, чтобы ты проходил именно три недели. Вы имеете право так сказать, если вы действительно делаете это для себя. Ну, потому что боитесь, не хотите наказать человека, да. Вот. Вот. Вот так вот происходит, эээ, предложение и проведение компромиссов. Вот. Или, эээ, например, вот, ну, я, ладно, не буду больше примеров, приватить, эээ, хватить, я думал. Так. Далее, выпишите, выпишите, эээ, значит, эээ, в отношениях, в отношениях, ну, нет, не на компромиссах. Вот смотрите, здесь как. А вот человек любит что-то, да, например, грубо говоря, человек, там, скажем, любит ночью смотреть телевизор. Или играть. Или просто за компьютером сидеть. Ну, ночью в вашей комнате. Допустим, если вы спите, и у вас компьютер в одной комнате, вы понимаете, что человеку это важно, вы понимаете, что человек, ну, так привык. Вот. И вы либо, эээ, соглашаетесь на то, что он, эээ, вот так делает, то есть, либо, принимаете его позицию, да, то есть, ну, как бы, говорите, да, хорошо, делай это, тебе это нужно. Вот. Либо вы, эээ, не принимаете это для нас фактической возможности, а спать при этом нет. Вот. Ну, вот, примерно, эээ, такие, эээ, компромисс, компромиссы можно, эээ, выстраивать в отношениях. Вот. Эээ, ну, нельзя назвать здоровыми компромиссы те, которые, вы знаете, заочно не будут исполнены, заочно не учитывают интересы другого человека, или заочно вызывают у вас фруктацию, эээ, негативные переживания и так далее, и так далее. Эээ, эти, эээ, компромиссы нельзя считать, эээ, здоровыми, это да, это правда. Эээ, тут у меня возник вопрос, кто вообще здоровый компромисс, я поняла, что у меня представление, так, ну, понятно, 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 понятно. Вообще, ээ, хотелось вам ответить, эээ, вначале знаете, что, здоровый компромисс, эээ, это баааальщовый, баальщовый такой компромисс, здоровый, эээ, вот. Ну, вот так. Я надеюсь, что это вам было, было понятно. На этом всё, надеюсь, что вам было полезно, всего доброго, удачи.